Очень много компаний решили взять надо мной шефство. Одна из них косметологическая. Я после утреннего душа отдала им слово, что буду весь день использовать их косметику. И мы договорились, что я абсолютно честно говорю, как на меня это повлияло, как на мою кожу. Вся косметика возрастная, естественно, учитывая мои 56 лет. Поэтому голова еще мокрая. Готовьтесь, я начала тестирование на ваших глазах. Итак, первое, что я делаю, я беру вот этот гель, наношу на лицо. Кстати, кожа после душа суховата. Гель для умывания. Боже, как приятно себя гладить. Так, нанесла. И умываю. Не щипет. Честно, не щипет. Блин, как тяжело одной рукой держать камеру, снимать или... Так, ребята, врать не буду. Врать не буду, но кожа мягче. Правда, мягче. Была после душа реально сухая. Буквально две секунды. Так, что у меня следующее по программе? Пробую. После умывания гелем я беру вот эти патчи. Вот так написано в инструкции, что зачем делать для тех людей, которые себя уважают. С патчами у меня всегда проблемы. Я всегда их клею как-то не так. Но с этими, которые не разделены, все гораздо проще. Здесь не ошибешься, каким концом вверх, каким вниз. Так, вопрос только, сколько в этом сидеть. Блин, ребята, начните делать инструкции, а для тех, кому уже все-таки много... И кто нифига не видит без лупы и без очков. Но, в принципе, нормальные люди все подсказывают, что 20 минут. До встречи через 20 минут. Вот. Кстати, кожа, правда, меньше и после душа ушла краснота, которая обычно остается от шампуня. Но все, 20 минут прошло. Я снимаю патчи. Они практически сухие. Нет, кожа не стала сухой. Кстати, вот эта штука очень классно пахнет. Ее можно нюхать. Теперь по расписанию у меня вот такая баночка. Из нее я достаю капли. Капли сейчас достану, капли. Так, капли. И под глаза и на веки. Но это еще не все. Я дико, я первый раз пользуюсь таким. Сейчас закручу нормально баночку. Теперь на нее надетая вот такая резиночка, оказывается, вот этим делом, вот так нужно втирать все это. О, Господи. О, Господи. Сколько лет я не доставляла себе удовольствия самостоятельно. Ведь можно доставить. Не надо ходить к косметологу. Слушайте, очень классная силиконовая резинка. И если даже что-то будет не так с каплями, то силикон действует очень успокаивающе. Мне нравится. Так, я почти в порядке. Мое утро скоро наступит. Ну, что дальше? Наверное, какая-нибудь маска или крем? Сейчас посмотрю. Нет, ни маска и ни крем. Я заранее достала вот такую ампулу из этой коробочки. Медсестры всегда жалуются, что же, зараза, нельзя ее так... Чем и... А, нет, не хочу. Сейчас я возьму полотенце и ампулу... Открыла ампулу. Но руки она не порезала. Я показываю все, как есть. На самом деле, мы все одинаковые. Мы точно так же открываем ампулы. Теперь я наношу содержимое. Так, слушайте. Невероятный запах. Честно вам скажу. Никакого крема. Вот в этом списке у меня нет. У меня есть совершенно потрясающая ампула. Вот такая коробочка. Мне интересно. Я начинаю себя обнюхивать. И я очень боюсь, что сейчас, когда я оденусь и выйду из дома, за мной будет очередь или хотя бы шлейф в лифте. Это только начало моего дня. Мы еще не дошли до основной косметики. Но мне не хочется травмировать лицо больше ничем. После ухода не хочется никакой химии. Попробуйте. Ну все. Я готова к дневному употреблению и к вечернему тоже. После утреннего ухода. Посмотрите, как блестит кожа. Давайте договоримся так. Если мне что-то не подойдет или не понравится, я буду тоже откровенно. И вы будете выбирать косметику для себя. Я ее буду тестировать. Мне интересно для себя открывать что-нибудь новое. И запах. У меня так пахнут руки. И так пахнет кожей. И я себя люблю. Продолжение следует.